Невероятный Халк – очередная, вторая уже по счёту экранизация довольно успешной серии одноимённых комиксов от Марвел. Вот только первый фильм был чушью наиполнейшей, а второй, хоть чушь не меньше, но с хорошим актёром Эдвардом Нортоном. Соответственно, игра по фильму номер раз была отстоем, а по второму стала отстоем, озвученным Эдвардом Нортоном. Ну, это если совсем коротко. Печально, но факт – мало кого волнует судьба изначально консольных проектов на ПК. Нам достаются объедки, и это уже стало нормой. Бессовестный коллектив виноватых из Sega, который раз, как и прочие, подсовывает нам визуально убогую версию с PlayStation 2, не потрудившись вообще ничего толком адаптировать. В Халке убого всё – управление, камера, графика, звук, физика, не обольщайтесь, завидев логотип Хавок, и даже интерфейс. Стоит ли говорить о геймплее? Просто вспомните недавних трансформеров. Тот же движок, та же разрушаемость, тот же практически игровой процесс. Без конца носимся по безжизненному городу, выполняя простейшие задания, сражаясь с многочисленными врагами и собирая разного рода бонусы. Сюжет пересекается с фильмом лишь в ключевых местах, в остальном же демонстрируя безудержную от себя тену разработчиков. Роботы, мутанты, сверхлюди, Брюс Бэннер, которому обличие зелёного монстра приросло настолько прочно, что самого героя можно увидеть лишь в заставках. И всё это в антураже запредельно убогого мегаполиса, с четырьмя видами домов и пятью моделями автомобилей. Безобразный Халк высоко прыгает, неубедительно карабкается по стенам зданий и легко справляется с любым соперником. Кроме того, он ещё и довольно разговорчив, да и вообще ощущает себя совершенно конкретным Брюсом, понимает, чего от него хотят и вообще ни в коем разе не напоминает персонажа из фильма, тем самым спуская в унитаз последнюю надежду на низко-средний балл. Конечно, вооружившись терпением, можно привыкнуть к управлению, приноровиться к камере и растопырив пальцы пройти несколько уровней, раскидывая автомобили, швыряя соперников с крыш и учиняя всяческие беспорядки, но оно того, поверьте, не стоит. Казалось бы, на Xbox 360 должна быть в таком случае просто-напросто другая игра. Аннет, ибо тут действительно во главе стала визуальная составляющая, равно как и в подобных фильмах. Зачем мы смотрим простые, как три копейки, откровенно детские фильмы по комиксам? Почему они собирают в прокате бешеные суммы и слегка окупают не менее бешеные затраты? Да потому что красиво, зрелищно, потому что впечатляет. Сам по себе новый Халк невероятно туп, во многом слизан с Джексоновского Кинг-Конга и не может похвастаться даже маломальски оригинальным сюжетом. Однако злой русский недомедведь Блонский и суровый американский Халк в финале настолько эффектно вытрясают дурь друг из друга, что на фильм стоит сходить хотя бы ради этой сцены. Логично, что в игру стоит играть только потому, что она тоже в меру эффектна и красива, но, увы, только на Xbox 360.